Для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вверх в геенну. Лучше, чтобы с одной рукой войти, дальше, с одной ногой. Много мы про это слышим и осуждаем соблазн, и горе человеку, подающему соблазн. А когда спочат, что такое соблазн, не могут сказать. Мы осуждаем, а знать не знаем. Вот сейчас мысленно, припомните все разговоры о соблазне. И кто больше самый соблазн подает? А такие всегда есть, надо конкурсы устраивать. Я скажу, что непревзойденным чемпионом по соблазнам является не сатана, а Христос. Вот что самое-то удивительное. Основание всем соблазнам положено в самом Господе нашему Иисусе Христе. И мы посмотрим сейчас. Салон 48, 14 стих. Об этом говорит. Что такое соблазн? Соблазн это сеть, капкан, препятствие. Вот такое дает объяснение словарь Диченко, священника. Риминам 14, 13. Поясняет, что соблазн это то, что уводит от истинного и препятствует повиновению закону Божию. Вот такое еще толкование. Препятствует правильно понимать Слово Божие. А здесь самый большой соблазн, кто положил? Тот, кто спрятал Слово Божие. Вот такая многогранность и показывает нам, что Слово Божие опять же на первом месте. Старозаконие 13, 13. Появились нечестивые люди среды тебя. Если они будут соблазнять жителей города, говоря, пойдем и будем служить иным богам, положат такой соблазн, то предайте его смерти. Вот если брать этот стих, и сегодня мы видим мусульмане, когда у них человек меняет веру, он приговорится к смерти. Согласно Торозаконию все остается в силе. И евреи этим законом пользуются. А почему мусульманам не пользуются? Так здесь защищалось истинно поклонение истинному Богу. А он защищает теперь одно свое заблуждение. И 3 глава 10 стих. 31-40. Что бы не царствовал лицемер на соблазну, соблазну, Богу это не угодно. Если дает человек соблазн на плохое дело, он подкашивает себе ноги, Слово Божие говорит. Самое великое, что он может сделать здесь на земле, это отвергать Бога. Соблазн всегда ставит капкан. К добру или к злу. Исайя 8.14. И будет он, пророк Исайя говорит, он, с большой буквы, Господь, камнем преткновения, скалою соблазна, петлею и сетью для жития Иерусалима. Это пророческое место о Христе. Исайя 9.14. А споткнется, я думал, это не Христос, он согласен, да, это пророк. Так понимают и мусульмане. Нет, это не пророк только, это и Бог был. Они соблазняются. Это Сын Божий. Они говорят, а у Бога жены нет, сына нет, как он может быть. То есть они соблазняются. А кто этот соблазн подал? Христос. Он так и берет эту вину на себя. Почему? Нам нужно покориться, и тогда соблазна никакого не будет. Ай, соблазнялся об этом. Образовалась ересь. Македоний соблазнялся, получилось ересь. Иезекииль 14.3. И вот поставили соблазн нечестия своего перед весом своим. Каждый ставит себе соблазн. Прочитает местописание, где написано, человек, который похулит Духа Святого, он имеет прощение ни в этом веке, ни в будущем. Соблазн. Вот поставил себе такой капкан. Приезжает в священник, человек уже умирает. Батюшка. Батюшка, меня Бог не простит. Это уж родные вызвали. Я бы и не вызвал. Это бесполезно. Я похулил Духа Святого. Мне покаяния нет. Человек находится в великой опасности. И нельзя его вытащить. Почему? Капкан. Он попался туда. Ты понимаешь, что соблазн поставил сатана, а не этот стих. Этот стих говорит, будь осторожен. По отношению Духа Святого нигде слова не скажи. По отношению Духа Святого заботиться и исполниться им. И на свои силы надейся. Если у тебя есть желание раскаяния, то Дух Святой еще не похулился. Вот простое определение. Не похулил ты его, иначе где Дух Святой отсутствует, там нет покаяния. Там человек уже стоит на своем. Бога нет, я ничего не признаю. Поставили соблазн перед лицом своим. Человек сам ставит его. Малахия 2.8. Вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе. Вот прочитаем это стих. Мы-то берем его к себе, хотя пророк Малахий – это последний пророк во Израиле. Послужили соблазном в законе. Кто? А дальше поясняет. Самый большой соблазн подали священники. А как они могут подать? Они исполняют закон. Закон говорит, сначала принеси жертву, где что отрезать, положить. Основные приходили прежде времени и лезвие в котелы доставали. Им говорили, не надо сначала жертву принесли. Они говорят, отталкивай людей. И грех людей сих был велик. Они давали великий соблазн и отвращали людей от приношения Господа. За служение. Почему? Нет проповеди. И вот все сектанты, они соблазнились на этом. Вот в прошлый раз приезжали адвентисты. И он обращается к залу. В зале человек 700. Вы хотите узнать, где настоящая церковь? Все отвечают хором. Да! Там, где Слово Божие проповедуется, там истинная церковь. Согласны? Согласны. А где не проповедуется? Что с хором? Не истина. Все! 700 человек от православных уже отошли. Но если рассуждать, ничего дальше не добогать. Вот, а он правильно сказал. Слово Божие не проповедуется. Какая же там церковь-то? Где Слово Божие нет, там и Христа нет. Но не говорит, что он затащил худшую яму. Он дает не то, что Дух Святой открыл Священно-Писание, а что лживый Дух Львский истолковал Писание. Он даже-то не добавляет этого. Матфея 13.41. «И пошлет Сын Человеческий, а ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие». Соблазны, как будто что-то отдельное от человека состоит. Такая роль им дается. Как их отдельно соблазны собрать? Видимо, все-таки соблазны – это то, что видимое. Соблазнами называются идолы. Под этих идолов очень близко подходят наши иконы. Все, что уводит от прямого служения Господу. Иконы нет, молиться нельзя. На чем нарисовано? Устаробрядцев, если она ни на дереве, ни на железе, на бронзе, молиться нельзя. На чем еще? Дальше, как оно изображено? Наши иконы, вот эти они совершенно не признают. Ну, какие это иконы на бумаге? Да если еще не вот так написано, как все реалистично, а нормально, как человек, как фотографии рисует иногда. Тоже не признают. И послужили соблазном, законы какие издали. Для многих сегодня соблазном то, к чему сегодня пришли. Насилие над душами творится невиданное и нигде-то от церкви. Все каноны попираются, которые сегодня никакой нужды нет попирать. Всем понятно, что молиться середиками нельзя. И они на пасторе должны смотреть за этим. Они сами едут, сами молятся. Вопреки всех канонам. Зачем? А мы едем туда для свидетельства. Свидетельства. До 62-го года уже 45 лет. Скажите, когда свидетельства? Ни разу нигде. А кого обратили? Ни разу. Сотни миллионов долларов проездили. И обман идет сплошной. Какой соблазн? Сейчас прошел русский собор. Выступает. И о чем? Главный вопрос поставили. Что такое богатство? И выступает самый главный, который больше всех награбил, сарковный чин. И говорит об этом богатстве. Не богатство грех. А любовь к нему. Он не любит. Только официально объявляет 300 миллионов у него долларов, два самолета и прочее. Он не любит. Да на эту тему даже заикаться бы не надо. И тут же в газете сразу пишут, что церковь имела возможность и сейчас имеет беспочтную торговлю табаком, водкой и нефтью. Официально. Да какой же это соблазн? Это уже не соблазн, а безумие полное. А что церкви дается жертвовать? Работать своими руками, Павел говорит, дабы было из чего уделять нуждающимся. Все. Матфея 16-13. Когда Петр стал прикословить Христу, он сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Да на каждом шагу сегодня. Любому, может, почти попу, архиерейскому отодеть меня, сатана, со всем этим собором, со всем синодом. И не по слову Божией совершенно рассуждает. Я делаю в книгах разбор. 60 вопросов патриарху задают, из них 2,5 только правильно отвечает. Его главный помощник тоже отвечает 60. И у сарабряцев так же. Три вопроса правильно отвечает только. Почему? Соблазн думает о том, что человеческое. Соединяется вместе с незаконными формированиями, с самыми беззаконными, называемыми верующими, с тоталитарными сектами, с кем лишь бы была какая-то прибыль. Соблазн мир переполнен. А можешь убить без соблазна? Да очень свободно. Не участвуй. Сказали сразу, если соблазн, да отойди от этого. Больше ничего и не надо. Матфея 13-27. Христос говорит, но чтобы нам не соблазнить, пойди, забрось вну, поймай рыбу. Почему? А собирали с каждого налог. Кто приходил в храм, ну как у нас десятина, должны были платить. Это церковную хранились они, ложили. Я подумал, вот у нас есть место, куда можно деньги ложить. Если денег никаких нет, купи рыбу. Хотя бы одну. А мы уж тут рот раскрывать будем, искать статируете. Оставайте. Хотя бы одной рыбы покупайте. Матфея 18-7. Горе мира от соблазнов, и да надо прийти им. Но горе тому человеку, через которого он приходит, который не допускает напрямое служение Господу. Соблазн поставлен через слово его. Неправильное толкование. В этом виновные сектанты и православные. Иоанн 6-61 сказал это. Он соблазнил их. Чем? От причастия. Тело мое есть пища. И они соблазнились, и все отошли. Сектанты очень соблазняются. У них тоже совершают вечерю, но они говорят, хлеб остается хлебом. Ничего нет. Соблазн. А соблазн отпадал Христос, и они на этом соблазнились. А чтобы все сектанты не соблазнились, можно сделать? Нет, никак нельзя. Соблазняется их немощная плоть, немощный разум, и они не покоряются. У православных это поставлено на высоте. Все знают, что это тело Господне, и с великим страхом надо подходить. Ну а дальше не знают. Недостойно причащаются, если пьет себе осуждение. А причащающиеся незаконно, как незаконно, совершенно не готовился, не знают. Тоже соблазн. 1 Иоанна 2.10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете. И нет в нем соблазна. Я на одну тему однажды обратил внимание, успеха у меня никакого не было. Сегодня опять повторяю. Мы община. Община это большая семья. Большая семья. И действительно ли мы братья и сестры? Одинокие люди снимают квартиру, одинокие. У неверующих. А верующие живут так, что вполне можно принять. Для меня это соблазн. Я даже вообразить это не могу. Как так? Я бы сегодня, зная, что человеку негде жить, разговаривать не стал. Когда я приехал в Вискетин, там старая бреди садина, у него 10 ребятишек. И он узнал, что я приезжал, он мгновенно меня схватил, поехали ко мне жить. Только у тебя дети-то ребятишек, где же жить-то быть? Как где? Завел комнату. Да здесь негде, это твоя кровать. Но я на полу буду спать, а ты на кровати. Вот это я понимаю обстановка. Он понимает ее. А здесь как? Вы разузнайте в этом вопросе. Я говорил, заботитесь о том, чтобы квартиры ваши, после смерти вашей, если детей нет, верующих, а неверующие, все они квартирные обеспечения, не ушли, и куда попала квартира. Я знал только один случай, когда бабушка подписала верующим, и после этого там люди верующие собирались. Это твое состояние, ты всю жизнь билась из-за квартиры. Тебя наценно, ты уходишь и оставляешь. Позабудься, чтобы она на небо с тобой ушла. Кремлинам 14.13. Судите лучше о том, чтобы не подавать случая брату преткновению или соблазну. Иринам 14.20. Худо человеку, который ест на соблазн и пьет на соблазн. А соблазнять все есть о чем. Вот у православных посты. Апостол Павел заботился не только об иудеях. Мы сейчас будем считать о том, что он заботился и об еленных, и вообще всей Церкви Божией, чтобы не подавать соблазну. Римлянам 14.21. Лучше не есть мясо, не пить вина и ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. А ты можешь это сделать, чтобы этого не было. Ну, без выпивки можно обойтись? Можно. Я всегда прошу вас, поставьте сухой закон. Никаких бражек, никаких варенья, никаких выпивок, чтобы грамма никогда не было. Вы никогда не пожалеете. Римлянам 16.17. Остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учения, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Значит, учения опять нас за основу. А есть соблазны в том, что я делаю или нет? Смотри по Слову Божию, как оно показывает. Слово Божие обязательно высветит и покажет, где соблазн. 1 Коринфянам 8.8. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. И 1 Коринфянам 10.32. Не подавайте соблазны ни иудеям, ни еленам, и ни церкви Божией. Так а при чем здесь иудеи? Люди. Вот оказались мы с людьми, которые свинину не едят, евреи не едят, и мусульмане. Ты откажешься от ее? Теперь у них не едят где-то с кровью, убитая током. И чтобы никогда в доме у вас птица не была, которая убита током, кровь не выпущена. Мусульмане никогда такую птицу не возьмут. Никогда. Если она не заколота, как должно быть. Не просто отрублена, а именно видно, что кровь у нее вытекла. Кто-то на это пойдет. Просто себя надо на себя построже посмотреть. А могу я от чего-то отказаться? То, что ты будешь есть это мясо, пить вина, соблазна в этом никакого нет. А что ешь, подаешь соблазн. И заботиться нужно и об иудеях, и об еленях, и об адвентистах, и о старообрядках, и никому не подавать соблазн. Я говорю, у меня адвентисты появились в доме, это было, допустим, 35 лет назад, это последний раз, когда я мясо взял в рот. Все. И оно не нужно оказалось. Я благодарен, что я близко с ними сходился, увидел, они свинину не едят. А я понял, другие что-то еще не едят, кратчатин, а ты решил, чтобы мне соблазнять, вообще ничего не есть этого. Первое Коринфянам 10.32. Не подавайте соблазны. Второе Коринфянам 11.29. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Сегодня очень большой соблазн подали в зарубежную церковь, вот на это быстрое, стремительное объединение. Никакой нужды нет. И те, кто больше хлопочет, я с трудом нахожу их выступление всего два года назад. Это как будто совершенно разные люди. Прямо толкутся, друг друга отталкивают, что, заметьте, я такой ревностный, я желаю соединиться, то другое. Они ни в чем не уступили. Я просчитывал, думал, может, экуминизм, это в первую очередь они отбросят, маленько поддержат, чтобы те уступки, ни одной уступки не сделали. Да не уступки. Страшные соблазны. Я-то не на это смотрю. Для меня ни экуминизм, ни сергианство никакой роли не играет. Самое главное, слово Божие забыто. Нет проповеди. И начинаете выступать, а патриарх за год совершил 300 богослужений. Это такая заслуга. Он говорит, почему патриарх не кается? Он же молится за всех, он же кается. 300 богослужений. Во-первых, не знаем мы. Да 300-то богослужений, это очень много. Да если бы хотя бы два раза куда-то пойти, засвидетельствовать, живое слово пронести, 2 Коринфа 11.29. Кто соблазняется, за кого бы я не воспоминялся. Значит, зная о соблазне, не просто мимо проспустить, а воспоменяться надо этим. Гореть. Иудив 8.22. И мы будем в соблазн и в поношение у тех, которые владеют нами. Вот если мы сдадим свои позиции, от многого откажемся, что как в каждом храме патриархии сегодня делается, мы в великой поношении соблазн будем. Это определенно. Если даже вот сейчас будут говорить там патриарха, поминать, я останавливаюсь только на одном. Господин наш не произносить. Господин, да, он господин, он господ, сыт, многие люди подчиняются, но он не наш, пока не будет принесено покаяние. Я стою за одно слово. Премудрый 14.21. И это было соблазном для людей. Речь идет об идолах. Сираха 28.26. В словах твоих недруг откроет соблазн. Хотя бы ты правильно говорил. Соблазн все равно откроет. В словах Христа открывали соблазн. Сираха 32.19. Как проверить себя, подает соблазн или нет? Вот где-то позвали, сели за стол. Не успели еще благословить, уже в чашку залез, склонился. Я говорю, ну не склоняйся, сиди на кусочек, положи по-христиански. Гляжу, по-мерзки торопятся. А Сирахов еще до Христа сказал, переставай есть первым из вежливости, чтобы не послужить соблазном. Уж совсем оголодали, не успели сесть за стол, уже вторую тарелку подгребают под себя. За столом лежит, сидят семь человек и положили семь помидоров. Я гляжу, он уже пятый помидор. Да как-то рот широко раскрывает, и помидор не жуя берет в рот. Я и сделал замещание, зачем же так делать? Дали сыр на всех нарезали. Берет сыр, вместо хлеба закусывает, и сколько было. Сделал замещание мне, тебе что, жалко что ли? Ну жалко, семь человек отрезали по одному кусочке всем, он один все это съедает. И святые мужи это понимали, соблазн подается. В каждом деле, как ты придешь, никогда громко не смейтесь. Это признак бесстрашия. Затаут говорит, громко смеешься, развиваешь рот, и не боишься, что дьявол заскочит тебе в рот. Причина-то вот какая, что он вскочит, и ты даже не заметишь этого. А дальше что будешь делать, ты будешь уже не сам делать, а он будет делать. Громко не смейся, подаешь соблазн. Сделали замечание, даже на улице стоит, верующий разговаривает, щелкает семечки. Я никогда об этом не думал. Один верующий подошел, говорит, а почему семечки щелкает, а почему нет? Ну здесь же подметен. А для этого есть дворник, он уберет, верующий разговаривает. А другой говорит, не положено так. Мы верующие, у нас из уст выходят божественные слова, и вдруг какая-то шелуха на глазах людей. Ну как же я не задумался. Я с тех пор никогда на улице ни одной семечки, чтобы в рот не брать. На каждом деле Серавка говорит, будьте мудры, чтобы никому никак не подать соблазн. Еще соблазн, вот что бывает, когда разговаривают двое, даже еретик, и он приводит места Писания, а верующий перебивает, не выслушав, глуп, кто не выслушав, дает ответ. Если он заговорил из слова Божия вместо Писания, ты только возьми и запиши. Никогда не прервись. Здесь не еретик говорит. Дух Святой, потому что он цитирует в Священное Писание и правильно. Соблазн, вот некоторые вечера никогда сюда не приходят в храм. Давайте практически посмотрим. Почему не приходят? Ну вот, под разными причинами. Но ты вообрази одно, что человек дружбу свою направляет так, чтобы друг был похож на него. Мысленно вообрази, что мы все похожи на тебя. Сегодня в храме ни одного человека нет, так ты не приходишь. В воскресенье тебя нет. Какие-то скользящие графики. Но мысленно вообрази, что все твоего духа. Завтра воскресенье никого нет. Церковь уже закрыта. Соблазн какой? А нам даже нужды никакой нет. Я говорю о соблазне на бытовом уровне. На каждом шагу это у нас встречается. У одного священника были дома давно и угощала жена и мы не услышали ее голос. Прошло 30 лет в памяти так и стоит. Когда у вас в гости жены, сестры, научитесь больше молчать, если там есть братья. Потому что если будут люди другой веры присутствовать и может быть мусульмане, для них это страшный соблазн. У нас были здесь два протеерея и сестра одно предложение только сказала. Он сразу нас всех на место поставил. Вот так-то вы учите. А смотри как. Я академию кончал, она меня учит. То есть язык нужно свой держать. Очень крепко за зубами и за губами. Никому никак не подавать соблазну. И Господь говорит, если глаз свой соблазняет, то есть что-то желает, а не положено, отсеки это. Руку где-то протяну где-то. Отсеки. На глазах людей бывает нечестивец, совершенно неверующий человек. Дурная репутация. Никогда за руку не здоровайтесь. Ну, на каждый случай точно никак не будешь знать. На все везде надо просить мудрости. Из дома так и уходишь и сразу, Господи, да ни для кого я не буду соблазном. Даже дорогу как перейти. С кем разговаривать, как стоять в очереди. Под разными предлогами. Пошли в больницу, верующие вижу, а я без очереди прошла. Приходят и хвалят. Да как же ты могла так сделать? Там знакомо. Ну, тут же люди стояли. Ничего, постоят. Да какой же ты верующий? Меня обозвали, тогда раньше звонили из этих телефонных будок. Я стояла, долго разговаривала. А мне обозвали, говорит, нахальный мужчина. Дослужилось. Да ты увидишь, что стоят люди, ты быстренько выйдешь, чтобы никого не ржать. И если ты соблазном служишь, то от тебя уже никто ничего не примет. Ты всегда представляешь, что спереди и сзади может быть Христос. И все это видит. И в глазах Христа как бы не положи соблазна перед глазами своими. Бог дает жить только один раз. И услышали о соблазне, и что лучше от многого отказаться без глаза, без руки, без ноги, калеково идти. А если не так, соблазн написано, нежели в гиенну. То есть, подавая подобный соблазн, не обращая внимания на никаких людей, ни на замечания, вполне можно быть кандидатами в гиенну. Да не будет этого с нами. Аминь. 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 Аминь.